Начнем выпуск сообщения о ЧП. В эти выходные в тундре пропал норильчанин. К оперативному дежурному обратились его родственники. Вместе с пропавшим они отдыхали в избушке. Тундровик вышел за дровами на улицу и больше его никто не видел. Это случилось в районе реки Валек. Пока поезд не дал результатов, сегодня спасатели еще раз прочесывали территорию, но уже с привлечением обученной собаки. А вечером 12 числа отряд спасателей осматривал акваторию реки Глубокая. Там пропал мужчина 58 года рождения. Поиски также продолжаются до сих пор. Со слов его знакомых отправился утром на водки проверять сети и не вернулся. В ходе проведения поисково-социальных работ поисково-списательной группой обнаружена водка. Также осмотрена местность прилегающая и акватория. Мужчина не найден. Проводится дальнейшая работа. А в Дудинском порту на этих выходных ЧП удалось предотвратить. От очевидцев поступило сообщение о том, что в районе одного из причалов тонет мужчина. Первыми на место прибыли полицейские. Помощник оперативного дежурного нырнул в воду, температура которой не превышала 5 градусов по Цельсию. И вытащил на берег пострадавшего, который к тому моменту уже находился без сознания. Его доставили в реанимацию. Диагноз – переохлаждение. Однако сейчас жизни мужчины ничто не угрожает. К другим темам. На самом ожидаемом норильчанами объекте аквапарки рабочие теперь ходят без касок. А это значит, что все общестроительные работы завершены полностью. Остается пусконаладка и наведение лоска. Какие сюрпризы ждут горожан на экзотическом острове? И когда же самый северный в мире аквапарк примет первых посетителей, узнавала Алла Шуняева. Некоторые бассейны уже заполнены водой. Этот, например, предназначен для релаксации. Но пока вокруг только строители. А бассейн нужно, чтобы провести тестирование. Проверку перед открытием пройдут все объекты. Приятная новость для норильчан. В городе снова появится от двух до пяти. Только не кафе, а бассейн. Глубина первого всего 30 сантиметров. С горками и дождиком. Все материалы абсолютно безопасны, уверяют строители. Для ребят постарше и бассейн посерьезнее. А для тех, кто уже готов к экстриму, двери откроет чаша с аттракционами. Экономить на безопасности не стали. Для строительства привлекли опытную фирму. Ее представитель не без гордости заявляет, эти горки можно эксплуатировать не только в закрытых аквапарках. Наши горки можно использовать в зимнее время на улице. Есть такие проекты, где старты осуществляются из здания. Горки сами находятся на улице в мороз. Вполне все работает. Почти готовая зона для взрослых. Здесь 25-метровый бассейн на четыре дорожки и целая серия парилок. Сауна с инфракрасным подогревом. Финская, турецкий хамам и гордость парка. Соляная кухня. Люди, с помощью астмой, оценят ее по достоинству. Вода во всех бассейнах и душевых очищенная. За ее качество отвечает специальный автоматизированный узел. Здесь проводится обработка ультрафиолетом, озонирование и хлорирование. А также ведется контроль качества. Это постоянная очистка. Все через автоматические дозаторы ведется постоянный контроль. Хлора добавляем в бассейн. Если хлорки становится, остаточного хлора меньше, чем по нормам, то и происходит автоматическое добавление. Капельно добавляется в поступающую воду. Это постоянный водооборот. Что очень важно, горячая вода здесь и летом будет без запаха. Для ее очистки закупили специальное оборудование. Стоит отметить и отделочные материалы. В саунах канадский кедр, камень жадеид и настоящая гималайская соль. Деревянная отделка в зонах бассейнов от воды со временем не пострадает, обещают строители, ведь это настоящая п***я доска. Позаботились и об эстетике. Всю территорию автопарка оформят в едином стиле экзотического острова. Но это чуть позже. В спортивных залах уже установили тренажеры. Самые современные. Директор заполярного филиала, проверяя в очередной раз объект, интересуется качеством. Тренажеры смотрели? Да. Как тренажеры? Все на уровне даже лучше. Раздевалки оборудованы персональными кабинками голландского производства. Никаких ключей не нужно. Посетители будут получать браслетики со встроенными чипами. Достаточно поднести к считывающему устройству, и нужная кабинка откроется. Этот же браслетик откроет путь и в аквапарк. Электронная система начнет вести отсчет времени только с того момента, когда человек пройдет через турникет. Время, проведенное в раздевалке, не в счет. Сейчас в спортивно-развлекательном комплексе трудится около 250 человек. Это максимальное количество с начала стройки, говорит кемповедчик. До конца недели здесь обещают завершить все рабочие работы и навести чистоту. Останется только диагностика и отладка всего оборудования, которого здесь очень много. Параллельно идут проверки надзорными органами и оформляются разрешительные документы. Ну а красную ленточку и распахнутые двери для посетителей обещают к началу учебного года. Алла Шуняева, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Подготовка к празднованию Дня города и юбилея компании вышла на финишную прямую. В преддверии этой даты Норильск становится заметно чище и благоустроеннее. Так, в минувшую субботу 4,5 тысячи норильчан приняли участие во втором общегородском субботнике. Это в полтора раза меньше, чем 20 июня, когда массовую уборку проводили в первый раз. Однако эффективность от этого не пострадала. Всего за день удалось освободить город от полутора тысяч кубометров мусора. Это даже немного больше, чем в предыдущий раз. Первый корпус жилого дома на Толнахской, 59, должен быть снесен 1 сентября этого года. Уже подбирают квартиры нанимателям по соцнайму. Частные же собственники не торопятся голосовать за метод изъятия земельного участка, на котором находится строение. А без голосования процедура может занять продолжительное время. Выселять жильцов придется через суд. О судьбе аварийного корпуса и о том, не постикнет ли та же участь соседнее строение, расскажет Алла Далматова. О том, что дом этот аварийный, стало известно еще в 2013 году. Специалисты подрядной организации, призванные следить за состоянием фундамента, во время очередного обхода обнаружили трещины в газозолобетонных панелях. Что, в общем, неудивительно. С момента постройки дома прошло уже 45 лет, а срок эксплуатации таких панелей – 25 лет. И неблагоприятные климатические условия его только сокращают. Свою роль в ухудшении состояния дома сыграл и затянувшийся ремонт коллектора. Во-первых, вообще возле жилых домов не рекомендуется разрабатывать такие глубокие котлованы. Работала тяжелая техника, были вибрации. Это тоже пагубно влияет на подвижку грунтов, на состояние свайного поля. Также пагубно влияют паводковые, дождевые воды, грунтовые воды. Как заявляют коммунальщики, при ремонте коллектора не была налажена совместная работа. Каждая организация занималась своим делом. Так что, кто виноват, сказать сложно. Но надзорные правоохранительные органы это выясняют. Сейчас главное сделать все, чтобы второй корпус этого дома не повторил судьбу соседа. Управляющая компания для этого исправно выполняет все требования мерзлотников. Для того, чтобы его не постигла судьба первого корпуса, пробурены температурные трубки. Четыре штуки по 12 метров. И ведется за ними наблюдение. Ведутся температурные замеры. Установлены нивелировочные марки 14 штук. Которые также помогают вести наблюдение за домом. Как заявляют мерзлотники, состояние этого здания стабильное. И несмотря на превышение сроков эксплуатации, оно простоит еще долго. Да и в аварийном корпусе за последние пару месяцев все движек не выявлено. Однако муниципалитет принял окончательное решение снести дом в сентябре. Главное, чтобы собственники успели до 1 августа проголосовать за способ сноса дома. По жилищному законодательству они могут решить либо сносить дом самостоятельно, а земельный участок использовать по собственному усмотрению, либо предоставить право заниматься этими работами муниципалитету. Однако в последнем случае и земля отойдет городу. Если к указанному сроку голосование не состоится, то уже после 1 сентября будет издано новое распоряжение об изъятии как земельного участка, так и квартир, принадлежащих собственникам. Изъятие происходит у нас двумя способами. Собственник сам определяется с предпочтительным способом для изъятия. Это либо возмещение денежное за изымаемое жилое помещение, либо, возможно, предоставление другого взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости в сумму возмещения. Презинственная разница в стоимости будет определяться независимым оценщиком. Учитываться будет все от местоположения и наличия инфраструктуры до состояния квартиры. Все по жилищному закону подчеркивают в управлении. И если собственники не проголосуют вовремя, то с 1 сентября по распоряжению горсовета делать это придется уже через суд. Алла Долматова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. И в продолжении коммунальной темы. 2,5 миллиарда рублей задолжали управляющие компании города Энтеку. И, как оказалось, не всегда это вина недобросовестных квартиросъемщиков. Следственный отдел возбудил уголовное дело против генерального директора управляющей компании АГНР-комплекс. Сегодня Виктор Алтухов находится под стражей. Ему инкриминируют 201 статью Уголовного кодекса злоупотребления полномочиями. Максимальная санкция – до 10 лет лишения свободы. Следователям удалось отследить часть теневого денежного потока, пока речь идет о сумме более 100 миллионов рублей. С заявлением в прокуратуру обратилась энергоснабжающая компания Энтек, которой АГНР-комплекс продолжал в общей сложности более 400 миллионов. Я так скажу, что любые незаконные действия руководителя управляющей компании, связанные с незаконным распоряжением денежных средств, которые поступают от населения, они всегда чреваты какими-то негативными последствиями для населения, которые особенно для добросовестных квартиросъемщиков терпят большие убытки. И это создает угрозу не вполне качественного исполнения своих обязательств по предоставлению населения электроэнергии, горячей воды и так далее. Суд признал незаконным отказ в социальной вывлате на переселение пенсионерам-военнослужащим. Напомню, эту категорию норильчан жилфонд исключил из программы по переселению, ссылаясь на позицию Минстроя Российской Федерации, согласно которой выслуга лет не считается трудовым стажем. А значит, бывшие полицейские лишились права получить сертификат на покупку квартиры в другом городе России, положенной другим пенсионерам. Пострадало около 20 человек. Именно столько было обратившихся в жилфонд, которым отказали в предоставлении выплат. Однако военные пенсионеры обратились в суд, который принял их в сторону и обязал муниципалитет восстановить в очереди. Эти решения суда администрация города направила в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края для того, чтобы урегулировать этот вопрос. На сегодняшний день в любом случае данные граждане для того, чтобы этот период военной службы был включен, должны обращаться в суд. День семьи, любви и верности продолжали отмечать в Норильске на выходных в честь праздника, который в народе также известен, как День православных святых и покровителей брака Петра и Февронии Муромских. Молодоженов, заключивших брак на этой неделе, ждал сюрприз. После торжественной регистрации в ЗАГСа их встречала веселая компания с поздравлениями и подарками. Молодые, желаем вам долгой, большой любви. И счастливой, семейной жизни. Примите этот замечательный подарок от администрации города Норильска. Эта дата для новоиспеченных супругов Елены и Антона стала еще более значимой из-за неожиданного и очень приятного сюрприза. Парам в этот день дарили чайные сервизы, которые традиционно считаются символами крепкого семейного очага. Ну а наша съемочная группа попросила молодоженов порассуждать, что, по их мнению, является залогом счастливого брака. Естественно, взаимопонимание, взаимоуважение, любовь, искренность. Да, вот так за ручку всю жизнь идти. Правда, взаимопонимание и все. В правила перевозки детей автобусами внесены изменения. В том числе скорректирован состав инструментов, которые необходимо иметь в наличии при транспортировке. Ужесточились и требования к водителям. Кроме того, теперь строго запрещено нахождение посторонних лиц в салоне. Такое решение было принято региональным управлением ГИБДД в связи с недавней аварией на трассе Енисей. По целому ряду направлений мы будем выходить, как регион, как Красноярский край. И думаю, что нас и федеральные ведомства, отраслевые поддержат. Будем выходить по ужесточению некоторых вопросов регулирования и организации пассажирских перевозок. Это требуется, это человеческие жизни. Напомню, страшное ДТП, которое унесло 11 жизней, случилось рано утром 9 июля на юге Красноярского края. Водитель большого автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Последний, как выяснилось позже, был переоборудован из грузового в пассажирский. Дополнительно установленные сидения при ударе вылетели из салона вместе с людьми. Введено два уголовных дела на водителя, нарушившего право и на транспортную компанию. Семьям погибших губернатор распорядился выделить по 300 тысяч рублей. Посылка не дошла до адресата. Сотрудники транспортной полиции устанавливают владельцев похищенных вещей, которые были украдены из почтовых отправлений операторами сортировочного центра Норильского аэропорта. Среди вещдоков бытовая техника, одежда, обувь и даже продукты питания. Полицейские выявили неоднократные факты подобных хищений. Сотрудницы почты, по их данным, распаковывали посылки и крали из них ценные вещи. Однако довести дела до суда и наказать виновных не позволяет отсутствие пострадавших. Кому предназначались многие из изъятых вещей или кем они были отправлены, пока неизвестно. Полицейские призывают норильчан откликнуться и помочь в расследовании. У нас были запросы в почту России. Жалобы от граждан не поступают. В связи с этим мы не можем установить именно собственников. Вот, то есть самая вот эта проблема. То есть, грубо говоря, мы хотели бы опубликовать некоторые более-менее конкретные вещи, которые у нас изъяты, с целью того, чтобы, может быть, кто-нибудь откликнется, так сказать, потерпевшие, в котором по каким-то причинам не дошли вот эти вот посылки. 14 июля в Норильске переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. В горных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Днем плюс 19, плюс 21.